Слушай, Даник, а давай нарисуем Макса? Давай, Дианка! Давай, 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 вот, вот, первый, первый я! Макс, перестань так кричать, ты мешаешь мне смотреть сериал! Мама, да не могу, я не обгоняю, обгоняйте меня! Ну, 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 поворачивай ты! Возьми тогда наушники! Ладно, мам, сейчас! Эх, Гонка пропустил! Эники, беники, ели вареники, эники, беники, бум, вот этот возьму! Хорошо, еще два выбирай! Будет челлендж три маркера! Ага, интересно, какие мне попадутся цвета! Эй, малышня, что делаете, не видели наушники, а? Всю комнату перерыл, нету там, вы не брали случайно? Макс, я не видела! А я видел, они лежат у Кати на кровати, ты там последний раз играл! А мы играем в челлендж три маркера, нарисуй кого-нибудь из нашей веселой семьи! А, понятно, так, это только не меня! Три маркера! Макс, как раз тебя и будем рисовать! Ха-ха-ха, Катя, только розовый не выбирай, а то я не знаю, что Макс с нами сделает потом! Даник, тут не угадаешь, что выберу, таким и нарисую! А, чего я вас не слышу, мне? Не-не, Макс, иди давай, мы не про тебя! Ха-ха-ха-ха! Ну, погнали, 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 давай, 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 давай! Во, 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 во! Макс, надел наушники и все равно кричишь, как сумасшедший! Потише, говорю, потише! Беру поворот, давай, 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 давай! Во, я первый, я первый! Понятно все! Ой, телефон звонит! Макс, дай трубочку, пожалуйста! Макс, прими ты наушники, телефон звонит, подай. Ну да, о чем это я? Алло, здравствуйте, доктор. Ах, радость-то какая. Все хорошо? Полностью поправилась? Немножко дома долечиться? Ладно, ладно, да. Сейчас буду, конечно. Скажите, Кате, чтоб собиралась? Ну да, буквально полчаса. Катенька, сейчас я напишу рекомендации, которые будешь выполнять дома. Хорошо, доктор. Я пока пойду собирать свои вещи. Подскажите, пожалуйста, а когда мне можно будет в школу? Я так по всем соскучилась. В школу? В школу выпишу через недельку только. Посидишь дома. Нужно долечиться, восстановить иммунитет, чтобы снова чем-нибудь сразу не заболеть. А, хорошо, доктор, все понятно. Здравствуйте. Ой, Катенька, как я рада, что тебя выписывают. Доченька моя, я так соскучилась по тебе. Мамочка, и я. Очень по вам всем соскучилась. Да, интересненько. Даник, можно перетянуть маркеры? Не, Дианка, так нечестно. Давай рисуй Макса. Ох, ох, оишки, ох, ох. Ну ладно. Это его лицо. Уши. У него большие вот такие. Ой, разные. Ну ничего. Красный рот. И большие зеленые глаза. Ой, какой симпатюлька, да? Так, ну уже что-то похожее. Осталось нарисовать ботинки. Даник, тебе как? Ха-ха, прикольный. Эй, малышня, вы маму не видели? Ну здравствуйте, Макс. Она так-то тебя оставила за старшего и за Катей в больницу ушла. Ты чем слушал-то? А, да? Ой, я, наверное, был в наушниках. Эх, жалко. У меня ноутбук сел, а где зарядка, не знаю. Ну? Ого, а что это за зомби такой? Это не зомби, это ты, Макс. Чего? Я же сказал меня не рисовать. Я совсем не такой. Это какой-то зомбак. Мама ушла. Ноутбук сел. Что мне делать-то теперь, а? Во что вы играете-то? Челлендж три маркера. Да ну какая-то ерунда. Давайте поиграем. В экстремальные прятки, а? Точно, как раз. Мама ушла. Мы с вами спрячемся. Они придут, а нас нету. Во смеху-то будет, да? Они начнут нас искать, а мы от них будем прятаться. Только надо хорошо продумать, где бы спрятаться так, чтобы они нас не нашли, а? И вот это вот художество надо зачеркать. Макс, а ты уверен, что здесь они нас ни за что не будут искать? Конечно уверен, Дионка. Мы в окно будем подсматривать за их реакцией. Где Макс? Где Дионка? Да, Ник? Все, скоро должны прийти. Тише только сидите, тише. Ничего не говорите. Ура! Комната моя! Моя комната, дом родной! Как же я тут давно не была. Ой, а это что такое? Какой-то человечек зачерканный. Макс, Дианка, Даник, я пришла. Слушай, Катя, у тебя тоже их нет в комнате? Я весь дом обошла. Хотела сообщить радостную новость, что ты у нас домой пришла. А тут никого нет. Интересно, куда подевались? Есть идеи? Не знаю, Ма. Может гулять ушли? Я тоже так сначала подумала. Но нашла обувь, в которой они ходят. В чем же они пошли? И Макс бы не пошел, наверное, с Даником, да с Дианой. А это что за художество? Слушай, Катя, а может их похитили? И вот эту запись нам оставили? Да ну, Ма, что ты как говоришь? Кто их похитит-то? А это просто коляк-маляка какая-то. Даник или Дианка нарисовали. Но их нигде нет, Катя, я же волнуюсь. А тут, смотри, ребенок перечеркнутый. То есть, типа похитили и все, им конец. Ай, Катя, что делать-то будем, а? Мам, мам, ты куда? В первую очередь не нервничать. Может они в прятки с нами играют? Давай посмотрим во всех шкафах и под диваном. Слышали, да? В шкафах и под диваном, ага. Вот там-то ищите нас. Так не найдете. Макс, а ты уверен, что это хорошая идея? Что-то я тут уже замерзаю. Ветер такой холодный. Да, осталось чуть-чуть. Сейчас побегают, нас поищут, а мы такие потом хоп. Всем привет. Так, нет, нужно звонить в полицию. Мам, ты уверена, что все так серьезно? Хотя я тоже весь дом обошла, их не нашла. Может нагуляются и вернутся? Давай подождем часик. Ой, Катя, не знаю, часик. За часик может случиться все, что угодно. Нет, все-таки я позвоню. Алло, полиция? Дети пропали. Как это произошло? Слушайте, сейчас расскажу. Даник, Диана. Даник, Диана, Макс, вы где? Если вы играете в прятки, то знайте, мама звонит в полицию. Макс, ты слышал? Не, Диана, что там? Ищут, да? Не. Катя сказала, что они звонят в полицию. Чего? Какую полицию? Вот этого-то я не учу. Пойдемте быстрее, нам надо срочно засветиться. А то сейчас придет полицейский. Ой, что начнется? Так, все, бежим с этого балкона. Экстремальные предки зашли в тупик. Когда, когда они уже приедут-то, а? Полиция называется. Пять минут прошло. Мам, я еще раз обошла весь дом. Никто не отзывается. Мои подозрения, кажется, подтверждаются. Оставила одних. Я же и дверь открыла. Я же им говорила, чтобы никому не открывали. Хотя, подожди. Двери мы с тобой пошли. Были закрыты. Похититель... А, он мог взять ключи. Ключи-то же есть внутри квартиры. Ну, все. У меня сейчас будет сердечный приступ. Мам, мам. О, Кать, привет. Мы очень рады тебя видеть. Мы, это, в прятки играли. Простите нас, пожалуйста. А? Макс? Фу. В прятки, значит, играли. Да я в полицию позвонила. Сейчас приедут. Ой, в полицию позвонила точно. Что же делать? Мам, позвоним сейчас. Скажи, чтобы не приезжали. Скажите, я это все придумал. Брат Макс, мы просто в прятки играли. Спрятались от вас на балконе. Думали, вы покричите, нас поищите. А мы потом такие, бах, и вылезем. Я не ожидал, что вы будете звонить в это, в полицию. Алло, полиция? Да, я звонила насчет пропавших детей. Они нашлись. Извините, пожалуйста. Они в прятки играли. Как уже здесь? Заплатить за ложный вызов? Сколько рублей? Ну вот, Макс, твой новый компьютер опять откладывается. Поиграли в прятки, да? Эх, ну кто же, мам, знал, что так получится? Мы хотели как-то сделать сюрприз. Обалденный сюрприз получился. А что это там за рисунок у вас? У Кати в комнате есть перечерканный в круге. А, это Дианка с Даником играли в челлендж 3 маркера. И меня нарисовали. Я там такой страшный, как зумбак. Я взял все и зачуркал. Тьфу ты, ну ты, Макс. Да, вот это выписалось. А ты, Макс, в следующий раз головой думай. Мы так переволновались за вас. Эх, да я хотела это, экстремальные прятки устроить. Правда, получились экстра-экстремальные. Здравствуйте, что у вас случилось? Говорят, все разрешилось. Где были дети? Почему не было дома вас? Вы оставили их одних, без присмотра? Ну вот, началось, а. Дяденька полицейский, дяденька полицейский, под присмотром. Я старший брат. Под мою ответственность я сидел с сестрой и с младшим братиком. И мы решили пошутить, устроить экстремальные прятки. И спрятались на балконе. Мы не ожидали, что мама начнет звонить в полицию. Мы не специально, правда. Ох уж эти детки. Ладно, на первый раз я вас прощу. И штраф за ложный вызов не выпишу. Я понимаю ваше состояние, когда вы пришли домой и не обнаружили дома детей. А дети, в свою очередь, не устраивайте больше родителям таких сюрпризов. Окей, спасибо, дяденька. Вы самый лучший полицейский. Спасибо, только полицейский. Ну что, Макс, пока мама там какие-то бумаги подписывает, пойдем приветы передавать. Ага, пойдем, Кать. А потом это, мама на работу уйдет, давайте еще в экстремальные прятки поиграем. Я столько мест у нас дома знаю, где никогда искать не будете. Точно-точно не найдете. Что? А? Мам, я говорю, больше никогда в прятки играть не буду. Это так заканчивается иногда. Приветик, Эвгелина. Приветик, Эльза. Приветик, Кунжа. Приветик Мадина, приветик Алиса, приветик Яся, приветик Козулгуль, приветик Эвелина и Саша, приветик Света, приветик Лола, приветик Юля, приветик Тая, приветик Соня, приветик Женя, приветик Каролина, приветик Ульяна, приветик Маша, приветик Дарья, приветик Фатима, приветик Бетти, приветик Алене и Симе, приветик Адина, Алин и Гульмира, приветик Владимир, приветик Лера, приветик Вика, Приветик Виталий. Приветик Рита. Приветик Светлана. Приветик Маша. Приветик Лиза. Саша, ты уверен, что дети на нас не обидятся, что мы правильно поступаем? Даша, ну хватит уже, да все нормально. Мы тоже должны когда-то отдыхать. Саша, ну может все-таки детей с собой взять? Даша, я тебе повторяю, ничего страшного не произойдет. Два дня посидят дома, успеют съездить еще. Ой, ну ладно, тем более путевки у нас на двоих. Не докупить сейчас уже. Хорошо, собираем чемоданы. Мам, пап, мы пришли. О, а вы куда это? Точнее, куда мы? Нет, нет, Макс, сначала ты все правильно сказал. Куда это мы? Мы это мы с мамой. Вы посидите выходные дома. Чего? А вы куда? А почему нас не берете-то? Макс, мы с папой взяли путевку в санаторий. На выходные, всего лишь. А вы посидите дома. В санаторий? А нам тоже охота. Катя, ты слышал, да? Мам, папа, почему без нас? Дети, потому что нам тоже нужно отдыхать. Ну и ладно, езжайте. А мы с кем будем? Одни дома, да? Нет, 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 нет. Я не хочу приехать к развалинам собственного дома. Вы посидите с няней. Я как раз сегодня забрала ее из ремонта. У нее стоит самое новое программное обеспечение. Я думаю, вам будет с ней весело. Если что, звоните. Ух ты, Макс, няню починили. Круто. Ну ладно, хорошо вам отдохнуть. Давайте, пока, пока. Если что, звоните-то. Вдруг по нам соскучитесь? Макс, конечно, мы будем скучать и обязательно будем вам звонить. Кстати, как там Макдональдс? Может, новые игрушки какие? Пап, там все круто. Мы взяли два хэппи-мила. И там игрушки. Максу достался робот-трансформер, а мне пинки-пай. Представляешь, мама? Она там крутится по кругу такая. Макс, пойдем давай открывать. Пойдем, Кать. Э, а я не понял, что это такое? Катя, ты видела, да? Тыс, тыс, роботы вперед, давай. Треляй, треляй, бах, 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 бах. Какая миленькая пинки-пай. Макс, а это знаешь что? Называется оставь сюрпризы без присмотра. Ну, как играется, а? Я смотрю, Даника робот устроил, а Дианка взяла себе пинки-пай. А чего, Катя, вы так-то без нас ушли в Макдональдс. Могли бы и нас с собой взять, или нам по хэппи-миллу купить. Так что все, вы еду съели, а наши игрушки. Ладно, давайте вместе тогда играть. Кстати, вы в курсе, что мама с папой уезжают? Как это уезжают? Куда? Они уезжают в санаторий. На два дня мы остаемся с няней друзьям. Мамочка, папочка, эти мадам собрал. Возьмете с собой меня? Данечек, так будет нечестно по отношению к остальным. Мы решили съездить только вдвоем с папой. Поэтому извини. Эх, ну ладно, пока тогда. Ну все, дорогие мои, мы поехали. Включаю няню, ведите себя хорошо. Если будет что-то не так, обязательно звоните. Всем все понятно? Понятно, мам. Ну, няня, давай, на тебя вся надежда. Пока, мам. Здравия желаю, товарищи бойцы. Чего? Няня, няня, привет, это мы. Что у тебя там, опять в бой в программе? Добро пожаловать в вооруженные силы, то есть в армию. Чего-чего она сказала, Катя? Не знаю. Няня, Клава Кока. Какая еще Клава Кока? Я полковник Коков. И сегодня я заступаю. Чего? Какой полковник Коков? Эй, позвоните кто-нибудь маме, тут явно что-то не в порядке. Ага, это не няня, это какой-то вояка. Так, я не понял, почему беспорядок в казарме. Постойте. А где моя форма? Во что такое одет я? Непорядок, сбой устава. Фу, ушла. Или ушел. Что произошло? Бегите скорее за телефоном, здесь что-то не то. Так, ну что, давайте быстрее, кто маме звонит, кто папе, кто в МЧС, я не знаю. Этот полковник сейчас, что с нами делать будет, я просто не представляю. Представляю, набираю, набираю, трубку никто не берет пока. И у меня тишина. Ну вот так, по-моему, совсем другое дело. А то что это такое, на полковника одели. Так, а это что такое? Использование телефонов запрещено. Немедленно сдать. Чего? Телефон я свой не отдам, ни в коем случае. Няня, либо ты очнись уже, клава, кока, ты. Никакой не полковник. Либо, я не знаю, мы сейчас полицию вызовем, понятно? Упор лежа, принять. 50 отжиманий. Телефон сказал сдать. Это не честно, я буду жаловаться. Катя, Кать, спасай. Бедный Максик, давай я тебе буду морально помогать. Например, считать. Один, два, пять. Няня, я не знаю, что с вами случилось, но Макс говорит правду. Вы няня, клава, кока. И вас наша мама и папа оставили, чтобы вы за нами приглядели. Здесь не армия, не казарма, и мы не военные. Ну, посмотрите на нас. Вот и я говорю, не бойцы, а ужас. Телефон сюда дай, 50 отжиманий. Раз. Пойду-ка я телефончик спрячу, а то я отжиматься не умею, а это ведь назначит мне 50 отжиманий. Чувствую, весело будет у нас на выходных, да, Макс? Не дрейфь, Кать, что-нибудь придумаем. Телефон сдать? Какой телефон? Клава, кока, у меня нету его, я еще маленькая. Я никакая не клава, кока, я полковник Коков. Телефон, я видел у тебя в руке, где он? Не, не было у меня никакого телефона, я здесь стояла, играла в пони. Вам показалось, клава, кока. Еще раз услышу, клава, кока, и будет упор лежа. Все понятно, полковник Коков? Больше не буду говорить, клава, кока. Упор лежа принять, раз. О-оу. Итак, товарищи бойцы, после выполнения упражнения, будем наводить порядок в казарме. Я пойду за инструментом. Диана, Диана, а ты свой телефон куда делась, спрятала? Да, Макс, он в задвижке у Кати в зеркале. Молодец, боец, отлично. Даник. Чего, Макс? У тебя задание, пока мы здесь отжимаемся, ты самый маленький. Незаметно пробираешься к зеркалу, достаешь телефон, набираешь последний набранный номер, звонишь маме, кричишь караул и все рассказываешь про няню. Понятно? И все это не громко и желательно где-нибудь спрятаться. Выполнишь задание? Не знаю, попробую. Тем более мне эта няня тоже не нравится. Пойти получилось, осталось открыть задвижку и маме позвонить. Боец, малыш, что ты здесь делаешь? Эээ, я, эээ, я сел, решил, эээ, накраситься. Накраситься? Разве бойцы имеют право краситься? Ты же вообще мальчик. Ну и армия, ну и армия, как мне это все не нравится. Меня, наверное, прислали в самый сложный батальон. Ужас какой. Так, боец, малыш, пойдем со мной. Не получилось, но хоть телефон не нашел. Или нашла какие-то. Вот тебе твое первое оружие. Подметай, плац. Чего? Винник оружия? А я думал, оружие это пистолеты такие, бах-бах. А тут подметай, плац. Это не армия, а уборка какая-то. В армии, как и везде, должна быть чистота. Так, выполнили задание? Почти. Сорок один, сорок два. Макс, давай помедленнее, а то сейчас еще что-нибудь придумает. Давайте заканчивайте. Сегодня будем строить оборонительное укрепление. Ага, оборонительное укрепление сейчас бы пригодилось. От нее или от него. Макс, это идея. Давай сейчас посмотрим, из чего мы будем это строить. И сделаем немножко по-другому. Так, ну что ж, молодцы. Готовы к следующему заданию? Нам необходимо разгрузить поддон с кирпичами. Нет, не готовы. Поддон с кирпичами? По-моему, я еще не домял. Чтобы таскать кирпичи с вами. Так, приступили тогда. Я вообще-то сказал, что мы не готовы. Полковник, как вас там? Что это за неуважительное обращение? Я старше тебя по званию, солдат. Вообще-то мне рано еще в вашу армию. Так. Веселее, веселее, начинай. Так. Как у нас дела с порядком? Я еще не все, не все подмел. Ой, какой грязный плац. Хорошо, доделывай и подключайся к основной работе. Так, мы с вами будем делать оборонное укрепление. Под названием «Стена». Вот бы сделать стену, чтобы эта няня, полковник, к нам больше не зашла. Катя, есть идея, а? Ай, ой, Макс, не отвлекай. Дианочка, принимай. Ой, давай, Катя, давай. Ай, чожесть-то какая. Ага, Макс, не спи, кидай кирпич. Катя, да давайте не будем делать то, что она говорит. Давайте что-нибудь придумаем, а? Да что тут можно придумать-то? Макс или не Макс, сейчас что-нибудь придумаю, пока лови. Катя, давай, да, Диана, принимай. Вот уж не думала, что в выходные буду таскать кирпичи. Ай, ай, кто это сделал, а? Аккуратней. Моя нога. Так, где тут у нас аптечка? Дианочка, да ты молодец. Чего молодец-то? Он сейчас вернется и будет не молодец, а конец. Сто пятьсот отжиманий, пока я не упаду без сил. Да нет, ты не понимаешь, она сейчас уйдет, и мы этими кирпичами двери заложим, да и все. И будет у нас оборонное укрепление от нее. Ха-ха, кирпичная стена. Пусть-пусть идет. О, нашел, аптечка. Как-то в этой части все устроено. Непонятно, нужно все переделать. Оборонное укрепление. Лишь бы она очень быстро не пришла. Катя, давай кирпич. На, Диана, на, быстрее. Как я понимаю, я могу быстро не подметать. Я иду к вам, помогай. Ну, веселая семейка, операция освобождения. Давайте быстрее. Эх, легко вам там говорить, ага. Бегу, 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 Даник, на. Так, ну все, руки чистые, ногу починил. Так, товарищи бойцы, как у вас там с оборонным сооружением? Эй, эй. А я не понял. Что с дверью? Тук-тук-тук. Пустите. Это что, бунт? Немедленно откройте дверь. А то я вынужден буду применять силу. Ага, применяй давай там силу. Быстрее давайте, закладывайте вторую половину дверей. А то сейчас сил много у нее, наверное, вышибет и все. Тогда нам точно конец придет. Макс, да мы стараемся, стараемся изо всех сил уже. А мне уже не помочь и не достать же, тут высоко. О, Макс, давай еще кирпичей, почти все. Так, мне нужно что-то тяжелое, чтобы открыть эту дверь. Попробую с приема сначала. Ха! Ой, моя нога! О! Ха, кажется, я кое-что нашел. Ну все, берегитесь там. Раз. 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 Два. Ой, 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 выдержала бы стена. Катя, иду тебе помогать. Я и я буду держать. Вместе мы справимся. Слушай, Дианка, для тебя другая задача. У тебя же телефон лежит за движкой. Беги скорее звонить. Маме, папе, спасателям я не знаю. Бегом. Точно, Дианочка, телефон, нас надолго тут не хватит. Бегу, бегу, бегу. Дети, дети, вы где? Дети. Саша, а вдруг уже что-то случилось? Ну как можно было в мастерской перепутать няню Клаву Коку с каким-то полковником? Это уму непостижимо, да я на их в суд подам. Дети, дети, вы где там? Ой, слышали, по-моему, мама с папой здесь. Мама, папа, мы тут. Даша, бежим скорее, они, по-моему, у Кати из комнаты орут. Что у вас здесь происходит? Что тут? Судя по голосам, они вызвали подкрепление. Я сейчас вам... Раз. Папа, пап, там это, там не няня Кока. Там, там Коков полковник какой-то в ее обличии. Одел форму твою, военную. И мучил нас, заставлял отжиматься. А мы против него стену выстроили. А он из нее хотел какие-то укрепления нас. Мы кирпичи таскали. Папа, это что, шутка такая у вас? О, кирпичи. Отжиматься, бедные вы мои. Саша, тебе грешь, что это плохая идея куда-то уехать без детей, а? Ой, стену какую выстроили, да это же тяжело-то как, а? Бедные мои, бедные. Так, ты, полковник, там. А ну-ка, перестань. Я все про тебя знаю, тебя перепутали местами. По-моему, еще один враг. Так, сейчас я до вас доберусь. Раз, два, три. Катя, Катя, Макс, быстрее отходите. Катя, бежим. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, не ждали? А вот и ждали. Фух, да, наделали делов. Будем в следующий раз уезжать. Отправим вас к бабушке. Нужно военных вызывать. Пусть забирают своего полковника и возвращают нам нашу няню. Дети, представляете? В армию отправили робота-няню. С мозгами нашей няни Клавы Коки. А нам прислали вот этого полковника Кокова. В обличии нашей няни. Как это можно было перепутать, я не знаю. Но нам позвонили, мы еще ехали. Мы развернулись и сразу к вам. Ну как, общее впечатление? Более-менее, все живы-здоровы, а? Ага, пап, такое себе приключение. Да, ребят? Ну что ж, если вам понравилась наша новая серия, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринолка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Ага, кстати, а можно оставить себе эти кирпичи? Мы могли из них построить что-нибудь полезное. А не какое-то там оборонное укрепление. Ух ты, точно, но это будет уже в другой серии. Опять мимо. Да что такое-то? И опять мимо. Эх, не получается. Пойду с Катей поиграть, так что это скучно. Может она со мной согласится? Кать, Кать, давай мячик играть. Давай, Макс, тоже сижу, не знаю, чем заняться. А как играть будем? Не знаю, давай футбол. Ты на воротах. Почему я все время вратарем? Надо сделать тогда какие-то ворота, где я буду стоять? А, это быстро, я сейчас. Мам, мам, можно два стула взять? Можно, Макс? Тебе зачем? Да мы это, будем в футбол с Катей играть. Макс, ну футбол разве домашнее развлечение? Вы опять что-нибудь разобьете. Шли бы на стадион. Мам, да не разобьем, ну, можно? Ладно, но только осторожно. Так, давай вот тут будешь стоять. Хорошо, отлично. Готово? Я могу пинать? Готово, готово, давай. И... О-оу, Макс. Катя, Катя, поднимай скорее, это было очень громко. Отлично. По-моему, первый удар уже закончился чем-то разбитым. Что разбили? Ммм, торшер. Отлично, Макс. Я же предупреждала, что футбол это не домашняя игра. Погода какая хорошая. Идите на стадион, а. Мам, извини, пожалуйста, я не хотел. Может, я его и не разбил совсем. Тогда озвон разбитого стекла, это откуда? От мячика. Все, ничего не знаю, чтобы никаких игр с мячом дома больше не было. Кать, пошли тогда на улицу играть. Ну, пошли. Мам, мы тогда гулять. Отличная идея. Почему она не пришла к вам в голову до того, как вы что-то разбили? Ой, Катя, Макс. Ты чего отстал? Догоняй давай. Слушай, у меня тут это, что-то с коляской. Почему-то очень плохо едет. С коляской? Давай посмотрим. Да я смотрю уже, только не могу понять, что случилось. Было же все нормально. А сейчас что-то не так. И правда? Ой, а смотри, а у тебя на тормозе стоит? Никак не отключается. Тормоз замкнуло вот в чем. Причина. Да, на этом колесе, смотри, то двигается, а это никак. Да что, такое заржавело, что ли? Ой, слушай, я не могу попробовать ты. Точно, тормоз, да. Ух ты как. На этой стороне все нормально. А тут заело. Поехали, поехали давай. Только выехали на прогулку, и тут такая беда. Фух. Я не знаю, что и делать будем. Ну, что-то однозначно нужно делать. Что ты теперь здесь и будешь все время сидеть? Нам вообще-то потом еще до дома как-то добираться. Могло же такое случиться. Ну почему не дома-то? Сейчас набрызгали бы какой-нибудь... Да, какой-нибудь смазкой. Я думаю, это бы помогло. Слушай, здесь недалеко есть ремонт велосипедов. Мы когда ехали, я видела. Давай я отвезу твою коляску туда. Мне кажется, они смогут нам помочь. Так, подожди, а я-то куда? Ты? Эээ, сейчас посмотрим. Должна быть... Вот, смотри. Есть очень удобный шезлонг. Ты сможешь перебраться туда из коляски? Туда? Да, конечно, сейчас попробую. Только мне нужно до туда как-то доехать, на одном колесе. Ну придется постараться, а я буду сзади тебе помогать. Ну что, погнали? Ага, поехали, поехали. Ну-ну, давай, старая колымога. Ну вот, держись за меня. Осталось только перебраться. Ох, так-так-так-так-так. Фу, знаешь, вроде получилось. Ты молодец, отлично. Ну все, жди меня здесь, никуда не уходи, я скоро буду. Да я смотрю, ты юмористка. Я жду, давай быстрее. Минут 15, я вернусь. Макс, ну что, будем играть здесь? Ну давай, да, тут нормально вроде. Ну что, нужно сделать какие-то ворота. Вот, давай так, между песочницей и горкой. Так, ну все, готово? Ой, кажется, переборщил. Вон, смотри, у того дяди под шезлонгом. Дяденька, дяденька, пните мячик, пожалуйста, он у вас под шезлонгом. Здравствуйте, мячик, пнуть? Извините, не могу. Дяденька, да почему не можете, он прямо у вас под ногой. Ну, ну наклонитесь, посмотрите. Мячик вижу, пнуть не могу. Да что, вам сложно что ли? Не, мальчик, не сложно. Это просто невозможно, извини. Фу, какой. Ладно, Катя, сейчас бегаю тогда. Ну, дяденька, ну, дяденька, мячик не подать ребенку. Эх, мне тут корячиться у вас из-под шезлонга его доставать. Ну, иди сюда. Давай, давай. Вам что, сложно было взять да пнуть? Мальчик, ты не поверишь, но для меня это было бы слишком сложно. Я бы вроде и рад, но это невозможно. Вот так. А потом меня мама еще лентяем называет. Дядю, ногу поднять лень, чтобы мячик мне пнуть. Ладно, мальчик, разбубнился, давай, я готова. Сейчас, Мак злой, забьет тебе в голову. Только далеко не кидай, чтобы опять не бегать. Ладно, попробую. Не попал, не попал, не попал. Ничего, сейчас еще раз попробую. Как же здорово, этим ребятам бегают, играют, мячик пинают. Когда-то и я мог так. Ку-ку, а вот и я. Твоя коляска полностью обслужена. Ого, так быстро? Да, там такие ребята хорошие работают. Они и у тебя тормоза починили, и у меня с маской обработали, чтобы такого больше не случилось, как сегодня, в самый неподходящий момент. А, молодцы ребята, да. А ты куда засмотрелся? Да вон, там футбол играют малыши. Ой, точно вижу, да. Эх, ну что ж, нужно перебираться. Сейчас как, пну тебе, точно гол будет. О, Катя, смотри, что это там? Ха-ха-ха, так я тебе и поверила. Отвлекающий маневр, да? Пинай давай. Да не, 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 смотри, вон там. Ну и чего там? Ах! Теперь ты понимаешь, почему он не мог нам помочь? А я еще и набухтел на него. Так вот почему он сказал, что помог бы, но не будет. Потому что у него на самом деле нет такой возможности пнуть тебе мячик. Ай, как стыдно-то. Опа-опа-опа-опа. Так, так, так. Ой, как хорошо, что у меня сильные руки. Это точно. Накачаешь мышцы, пока ездишь тут, да? Туда-сюда, туда-сюда. Ну что, поехали кататься в парк? Поехали. Надеюсь, больше без форс-мажоров. Так, коляску проверим. Ну, все ровно. Кать, Кать, как думаешь, может сходить из Венеца, а? Не знаю, Макс, смотри сам. Дяденька, дяденька. Ой, мальчик, опять ты? Опять мячик улетел? Сейчас я смогу тебе помочь. Где он? Да нет, дяденька, я извиниться хотел. Я же не знал, что вы, вы это, не можете мне его пнуть. И подумал, что вы просто ленивый и плохой. А тут вот оно что. Поэтому мне как-то стыдно стало. Извините меня, пожалуйста. Что такое? Что случилось у вас? Да ничего. Просто они играли в футбол, и мячик закатился ко мне под шезлонг. А она кричит. Дяденька, пни мяч. Я говорю, не могу. Он такой, дяденька, тебе сложно что ли? Я говорю, не сложно, но не буду. Все нормально, мальчик. Я не обиделся. А, ну тогда здорово. А почему вы сказали, что сейчас смогли бы пнуть мне мяч? А как? Да, сейчас бы смог. Сейчас я на коляске. И на ней я уже привык делать все, что угодно. И все, что нужно обычному человеку. Хочешь покажу? Кидай мячик. Э, ладно, сейчас. Вы уверены? Да, конечно. Ну, смотрите, сами напросили. Макс, может не надо? Надо, Катя, надо. Ну что, ловите. Ну что, парень, стоишь на ворота? Ну да. Тогда ответный удар. Э, не понял, как так-то? Ничего себе скорость Катя, ты видела? Я даже не успел головой мотнуть. А мячик такой, фоп, и улетел. И гумни. Дяденька, это очень здорово. Даже я так быстро не умею. Как у вас так получается? Ха-ха, просто я до аварии был профессиональным футболистом. Если хочешь, я могу тебя чему-нибудь научить. Приходи сюда. В воскресные дни мы как раз совершаем прогулку. Я могу показать тебе пару трюков. Ого, здорово. Ничего себе, конечно хочу. Ну что, нашел себе друга уже, смотрю? Ну да, мальчик очень любит футбол. А мне есть что ему рассказать. Почему бы и нет, да? Ну да. Мы сегодня в парк-то поедем? Да, да, поехали уже. Ну что, пока-пока. Жду тебя в следующее воскресенье. Договорились? Договорились. Ага. Спасибо огромное. Да без проблем. И пока нет за что. Пока-пока, ребята. Было приятно познакомиться. И нам. Это точно. Как у него так быстро получилось-то? Да хам, мяч уже там. Мне кажется, если я буду тренироваться, то у меня начнет что-нибудь получаться. И в воскресенье я ему уже покажу, как я могу. Да что там такое-то? Опять что ли в мячик дома играет? Ну, я сейчас кому-то покажу. Макс, мы вроде договаривались. На улице не наигрались. Мам, мам, ну тут нечего разбивать. Я в дверь пинаю. Ты знаешь, мы на улице, когда гуляли с Катей, встретили дяденьку в инвалидной коляске. Он это, научил меня в футбол играть. Ну, точнее, сказал, что научит. Он профессиональный футболист, представляешь? Он как, панул мяч. Я даже, я даже глазом не успела моргнуть, как он улетел. И прямо мне гол забил, представляешь? А я так не умею. Вот я тренируюсь. Он обещал по воскресеньям мне тренировать в парке и фишки всякие с трюками рассказать. Чего, чего, чего? Дядя в инвалидной коляске пнул тебе мяч? Как это вообще возможно, макс? Что ты выдумываешь опять? Мам, он не выдумывает. Это правда. Садись. Это долгая история. Мы сейчас тебе ее расскажем. Ну, а вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите новые интересные серии. И, кстати, ребята, на канале Даринелка Плей Дарина спела новую песню. Называется «На машине». Очень здоровская. Обязательно послушайте. Где? На Даринелке Плей? Слушай, включи, я тоже хочу услышать. Так, 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 потом послушайте. Давайте рассказывайте, что у вас там произошло. Папа, папа, ну включай уже, давай быстрее. Даринелка Плей Ярко светит солнце нам в окно. Буденник не звенит, значит выходной. Не сидится дома, хотим гулять. Заводи машину, едем отдыхать. Нама, нама, нама на машине. Газ со светом вора, только в расцвете лишены Мы на ней копчимся до любой вершины Скорость набираем, летим вперед Что нас ждет, не знаем, еще прибавим ход Солнце скоро сядет, пора отдохнуть Но завтра снова мы отправимся в путь Нама, 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 на машине Газ, как свет собора, только просветели шины Нама, 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 на машине Мы на ней копчимся до любой вершины Нама, 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 на машине Газ, как свет собора, только просветели шины Нама, 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 на машине Мы на ней копчимся до любой вершины Эта песня машины звучит, мы ее ставим опять на репит На скорость им чим, сама турную хребет Неда, машина нас не подведет Пойдите поехать с нами, друзья Только грузить сегодня нельзя Челлендж запустим, порадуем всех Едешь в машине, встречу этот трэй Нама, 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 на машине Газ, как свет собора, только просветели шины Нама, 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 на машине Мы на ней копчимся до любой вершины Нама, 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 на машине Газ, как свет собора, только просветели шины Мама, мама, мама на машине Мы на ней топчемся до любой вершины Эй, 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 эй Это что, мы все пропустили что ли, папа? Макс, ничего страшного, сейчас включу еще А если вы тоже не успели ее послушать, то заходите на канал Дариной Каплы Макс, давай приветы передадим и обязательно еще раз послушаем Приветик, веселый котенок Приветик, Сергей Приветик, Айнагуль Привет, принцесса Приветик, Ева Приветик, Александра Приветик, Мария Приветик, Мирата Приветик, Эльвира и Оружен Приветик, Ольга Приветик, Мороженко Приветик, Мадина Приветик, Вероника Приветик, Дарьяша Приветик, Альбина Приветик, Настя Приветик, Анютка Приветик, Адель Приветик, Эва Приветик, Аида Приветик, Аяулы Приветик, Кира Приветик, Марьянки Приветик, Даша Приветик Анастасия Приветик Амилочке Приветик Зарина Приветик Мадина Приветик Женя Приветик Вика Приветик Алексей Приветик Ульяна Приветик Соня Приветик Полина Приветик Эми Приветик Салли Приветик Соломия Приветик Игорь Приветик Адриана Приветик Эвелина Приветик Карина, Света и Саша Приветик Анна Приветик Юлия Приветик Егор Приветик Хума, Сафи и Эля Продолжение следует...